Пребиотики. Уход за вашим внутренним садом. Общая площадь поверхности нашего кишечника составляет около 3000 квадратных фунтов, считая все маленькие складки больше, чем теннисный корт. Но только один слой клеток отделяет наше внутреннее ядро от внешнего хаоса. Основным топливом, поддерживающим жизнедеятельность этого критического клеточного слоя, является короткоцепочная жирная кислота, названная бутератом, которую наши полезные бактерии производят из клетчатки, которую мы едим. Мы кормим полезные бактерии в кишечнике, а они кормят нас. Они принимают пребиотики, которые мы едим, например, клетчатку, и взамен обеспечивают жизненно важный источник топлива, питающий клетки, выстилающие нашу толстую кишку, что является прототипом симбиоза между нами и кишечной флорой. Насколько важны эти соединения, которые наши полезные бактерии получают из клетчатки? Существует заболевание, известное как диверсионный колит, которое часто развивается в сегментах толстой или прямой кишки после хирургического отвода каловых масс. То есть, если вы пропустите сегмент кишечника, как при элиэстомии, чтобы еда больше не проходила через этот участок, он воспаляется и может начать кровотечение, разрушение, закрытие. Как часто это происходит? До 100% случаев. Но воспаление полностью исчезает после того, как вы снова присоедините его к фекальному потоку. Мы не знали, что вызвало это, может быть, чрезмерный рост бактерий или вредные бактерии, или это был дефицит питательных веществ в слизистой оболочке толстой кишки из-за отсутствия клетчатки, необходимой для создания короткоцепочных жирных кислот. До этого исследования мы не знали, как они вылечили воспаление, питая оболочку тем, в чем она так отчаянно нуждалась. Сильное воспаление прошло всего за несколько недель. Мы кормим полезные бактерии в кишечнике, а они кормят нас. У нас в кишечнике есть хорошие бактерии, которые нас питают. Они стараются сохранить наше здоровье. И у них дела идут довольно хорошо. Там тепло и влажно, а еда продолжает волшебным образом течь по трубе. Но если мы умрем, они потеряют все это. Если мы умрем, они умрут. Так что это в их лучших эволюционных интересах, чтобы наша толстая кишка была счастливой. Но есть и вредные, например, холера, вызывающая диарею. У них другая стратегия. Чем хуже они нам сделают, тем сильнее диарея. Тем выше их шансы на распространение на других людей в другие толстые кишки. Им все равно умрем ли мы, потому что они не собираются тонуть вместе с кораблем. Итак, как организм сохраняет полезные бактерии, при этом избавляясь от плохих? Подумайте об этом. В нашем кишечнике буквально триллионный бактерий. Поэтому наша иммунная система должна постоянно поддерживать баланс между переносимостью хороших бактерий и атакой плохих. Если мы нарушим этот тонкий баланс и начнем атаковать безвредные бактерии, это может привести к воспалительному заболеванию кишечника, при котором мы постоянно находимся в режиме красной тревоги. Механизмы, с помощью которых иммунная система поддерживает этот критический баланс, до сих пор оставались в значительной степени неопределенными. Если задуматься, должен быть способ, чтобы наши полезные бактерии сигнализировали нашей иммунной системе, что они хорошие парни. И этот сигнал – бутерат. Бутерат подавляет воспалительную реакцию, приказывает нашей иммунной системе отступить. Таким образом, бутерат может действовать как микробный сигнал, информирующий нашу иммунную систему о том, что относительные уровни хороших бактерий находятся в желаемом диапазоне. Он успокаивает иммунную систему, говоря, что «все хорошо, у вас есть хорошие ребята на борту». В конечном итоге делает иммунную систему кишечника гипореактивной, что означает приспособление к полезным бактериям. Но в отсутствии успокаивающего действия бутерата наша иммунная система вернулась в полную силу. Атакуют бактерии в нашем кишечнике, потому что они очевидны не то, что нужно, так как уровень бутерата очень низкий. Итак, мы эволюционировали, чтобы бутерат подавлял нашу иммунную реакцию. Так что, если наши полезные бактерии когда-нибудь будут уничтожены и плохие бактерии возьмут верх, наша иммунная система сможет это почувствовать и начнет уничтожать захватчиков, и продолжать буйствовать, пока не останутся только хорошие бактерии, создающие бутерат, чтобы снова усыпить иммунную систему. Хорошо. Вот важная часть. Вот почему все это имеет значение. Что если мы не едим достаточно клетчатки? Помните, наши полезные бактерии используют клетчатку для создания бутерата. Поэтому, если мы не едим достаточно клетчатки, мы не сможем произвести достаточно бутерата. У нас могло бы быть много хороших бактерий, но если мы не будем кормить их клетчаткой, они не смогут производить бутерат. Чувствуя такой низкий уровень бутерата, наше тело ошибочно думает, что наш кишечник должен быть заполнен вредными бактериями, и соответствующим образом реагирует. Наше тело может ошибиться с низким потреблением клетчатки из-за скопления вредных бактерий в нашем кишечнике. Наше тело не знает про обработанную пищу. Оно развивалось миллионы лет, получая массовое потребление клетчатки. Даже в период палеолита мы ели 100 граммов клетчатки в день. Итак, в западных диетах с дефицитом клетчатки, съев наш чудо-хлеб, когда наш организм обнаруживает низкий уровень бутерата в кишечнике, он не думает о низком содержании клетчатки. Что касается нашего тела, не существует такого понятия, как низкое содержание клетчатки. Это плохие бактерии. Потому что в течение миллионов лет низкий уровень бутерата означал вредоносные бактерии. Поэтому это сигнал для нашего тела, чтобы начать наступление воспалительного процесса. Это одна из причин, почему клетчатка может иметь такое противовоспалительное действие. Одна из причин, по которой потребление клетчатки имеет решающее значение для оптимального здоровья, не пищевые добавки с клетчаткой, а цельнозерновые продукты. Добавка клетчатки с чем-то вроде метамуцилла может не повторить результаты, наблюдаемые при диете с естественно высоким содержанием клетчатки. Добавка клетчатки с чем-то. Добавка клетчатки с чем-то. Добавка клетчатки с чем-то. Добавка клетчатки с чем-то. Добавка клетчатки с чем-то.